Рождественские чтения — это церковно-общественный форум в сфере образования, культуры, социального служения и духовно-нравственного просвещения. Форум не только образовательный, но и дискуссионный, поскольку докладчики освещают разные точки зрения на исторические и культурные события. В этом году чтения были посвящены теме к 350-летию со дня рождения Петра I — секулярный мир и религиозность. Прошло определенное время, и мы можем уже с высоты прошедшего этого времени посмотреть, были ли успешны эти реформы Петра. Ту секулярность, которую он привнес в нашу русскую, российскую действительность, уменьшалась ли она успехом, была ли она необходима России, Руси тогда. И какие мы можем извлечь уроки из того, что не получилось у Петра, и какие мы можем извлечь уроки в нынешнее время, когда уже почти постсекулярный мир наступает. 14 декабря во Дворце творчества детей и молодежи состоялось пленарное заседание рождественских чтений, на котором гости форума выступили с приветствиями и основными докладами. Работу чтений возглавили митрополит Симбирский Новоспасский Лонгин и епископ Барышский Индинский Филарет. Председатель правительства Ульяновской области Владимир Разумков передал собравшимся приветствие губернатора Алексея Русских и отметил, что правительство региона высоко ценит доброе соработничество с Русской Православной Церковью. Он поблагодарил священнослужителей Симбирской митрополии за труды на благо жителей Ульяновской области и пожелал участникам чтений плодотворной работы. Затем глава правительства вручил награды губернатора педагогам. Митрополит Лонгин в своем выступлении рассказал о международных рождественских образовательных чтениях и об их основной теме в этом году. Особое внимание владыка уделил понятию секуляризация. Я хотел бы напомнить, что по закону принцип отделения церкви от государства означает вот что. Церковь не вмешивается в управление государством, государство не вмешивается в управление церковью. При этом нам крайне необходимо доброе сотрудничество и соработничество в различных сферах, прежде всего образования, культуры и социальной поддержки. Церковь является неотъемлемой частью российского общества, точно так же, как и само общество является частью церкви. И 30-летний опыт проведения рождественских чтений – одно из свидетельств того, что это взаимодействие может быть интересным, полезным и плодотворным. Владыка вручил ряд епархиальных наград тем, кто трудился в сфере просвещения и поблагодарил коллектив газеты «Православный Симбирск». В этом году изданию исполнилось 25 лет. Со словами приветствия к участникам чтения обратились также главный федеральный инспектор по Ульяновской области Юрий Кулик и первый заместитель председателя законодательного собрания Ульяновской области Василий Гвоздев. С докладом на тему «Образ Петра I в перспективе русской секулярности» выступил исполняющий обязанности декана философского факультета МГУ имени Ломоносова, доцент, кандидат философских наук Алексей Козырев. Тема Петра – это, в общем-то, ключевая тема для российской истории и политической, и духовной, потому что вестернизация и секуляризация, которую провел Петр, прорубив окно в Европу, в качестве обратной своей стороны имела отказ от традиций русской веры, от бытовых изменений. По традиции, в рамках регионального этапа международных рождественских образовательных чтений каждый епархиальный отдел провел работу своей секции. Сергей Николаев, Владислав Фролов, Симбирская митрополия. Сергей Николаев, Владислав Фролов, Симбирская митрополия.